Давайте будем начинать, и начинать мы, естественно, будем с представления этого цикла. Дело в том, что мы сегодня, Институт философии и Российская библиотека государственная для молодежи, запускает цикл лекций. Этот цикл называется «Человеческое и политическое». И само его название отражает некую проблему, а именно проблему взаимодействия человеческого и политического. Эта проблема может быть легко отражена в двух базовых и очень распространенных предрассудках об отношениях человеческого и политического. Если мы верим Аристотелю, и Аристотель является автором этого очень распространенного предрассудка, человеческое и есть политическое, ибо человек есть животное политическое. И Аристотель во многом является основателем и гарантом современного государства, где каждый гражданин – это именно политическая единица, а не человеческая единица. В то же самое время, если мы смотрим на другой, не менее распространенный предрассудок, а именно на язык, мы обнаруживаем, что человеческое и политическое – это две разные вещи. Итак, мы имеем некий парадокс – два общераспространенных предрассудка, которые говорят совершенно противоположные вещи. И потому я счел интересным попытаться разобраться, каково же подлинное отношение человеческого и политического. Они совпадают, они расходятся, и если совпадают или расходятся, то как именно совпадают и в чем именно расходятся. Однако, когда мы говорим о каком-либо понятии, мы обнаруживаем, что оно существует как минимум в двух измерениях. Мы можем, говоря о понятии, говорить о его сути, а можем говорить о его проявлении. Таким образом, человеческое и политическое имеют как бы два измерения. Итого у нас получается четыре условных зеркала, которые мы должны поставить друг против друга, чтобы посмотреть, совпадает ли изображение на них или отличается. Однако и этого кажется недостаточно, потому что о человеческом и политическом говорило очень много философов. Очень много серьезных мыслителей рассуждали на эту тему. И потому необходимо как-то этих мыслителей условно разделить. Я предлагаю обнаружить и дать это разделение, используя другой предрассудок, глубоко укоренившийся в современной истории политической философии, а именно разделение между древними и современниками. Древние смотрят на человеческое и политическое одним взглядом, современники другим. Таким образом, наши четыре зеркала снова умножаются на два, превращаясь в восемь. И создавая некий зеркальный лабиринт, в котором мы с вами и попытаемся двигаться от одной точки к другой. Это движение не будет хаотичным. По крайней мере, я надеюсь на это. Я знаю, как проходятся лабиринты. Вы прикладываете руку к правой стене и идете до самого конца. Так вот, это движение не будет хаотичным, но оно, возможно, покажется вам хаотичным. Ибо мы начинаем сегодня с политического, причем политического не в его сущности, но в его проявлении. Проявлением политического является некое политическое действие, некое абсолютное политическое действие. И это политическое действие, конечно же, должно быть первым политическим действием. В каком-то смысле мы начинаем сначала, а не с конца нашего лабиринта. Первое или, если хотите, главное политическое действие – это, конечно же, основание государства. Потому что есть прямая связь, или, по крайней мере, мы рассчитываем, что она существует, между государством и политическим. Что без государства нет политического ни для древних, ни для современников. И потому основание государства – одновременно и первое, и главное политическое действие. Тем не менее, когда мы осознаем это и начинаем пытаться смотреть на то, как древние и современники смотрят на основание государства, мы обнаруживаем некоторую проблему. Эта проблема выглядит очень простым образом. Основание государства – есть историческое действие, а не теоретическое действие. И в этом смысле, кому бы мы ни обратились, к древним или к современникам, они должны будут говорить об истории, а не, строго говоря, о теории или о том, что мы сегодня называем политической философией. Следовательно, нам нужны политические философы, которые были бы при этом историками, или которые очень сильно полагались на историю в изложении своей философии. И когда мы смотрим на древних, количество опций, которые у нас есть, сужается невероятно. Потому что, строго говоря, об основании государства говорит только один человек. Я преувеличиваю, и я знаю, что вы знаете, что я преувеличиваю. Однако, этого преувеличения нам хватит. Этот человек – Плутарх. Плутарх не попадает в число классических политических философов, или попадает туда очень редко. В первую очередь, из-за исторического разрыва между ним и подлинными или оригинальными классическими политическими философами. Между ним и Фокедидом, Платоном, Аристотелем. Плутарх слишком далеко. Но в то же самое время Плутарх говорит ровно о том, что нам нужно, об основании города. И Плутарх является политическим философом. Пусть и позднеантичным, но тем не менее классическим. Здесь, однако, мы обнаруживаем и нашу большую проблему. Обращаясь к Плутарху, мы узнаем, что Плутарх говорит о четырех основателях. На самом деле Плутарх говорит о четырех основателях трех городов, или трех государств. В своих сравнительных жизнеописаниях Плутарх формально противопоставляет Грецию и Рим, чтобы узнать, как именно они развивались и какие великие личности, в частности, основывали эти города. Но вот удивительное дело. Плутарх почему-то противопоставляет Риму, Грецию как таковую. Хотя мы прекрасно знаем, что никакой Греции как таковой не существует. Именно поэтому Плутарх вынужден разбить свое противопоставление Риму, разбить Грецию на две части. На самом деле на больше, но я понимаю, что вы понимаете, что это условность, поэтому мы двигаемся дальше. Спарта и Афины. Вот два протопримера и два противопоставления единому Риму. Однако сам факт того, что Плутарх выбирает именно Спарту и Афины, то есть выбирает два греческих полиса, а не берет один, скажем, наиболее великий или наиболее заслуживающий внимания, уже позволяет нам говорить о том, что внутри большого плутарховского нарратива, где он сравнивает Рим и Грецию, то есть Рим и Афины, Рим и Спарту, на самом деле Плутарх в том числе сравнивает Спарту и Афин. И этого нигде не видно так ясно, как в самом первом противопоставлении, как в самом первом сравнении, которое Плутарх выдвигает. А именно в основании Афин и основании Спарты. Конечно, говоря о противопоставлении двух великих основателей, двух величайших греческих городов, о противопоставлении Тисея и Ликурга, никакой современный историк говорить бы не стал. По понятным причинам. Тисей – это чисто мифологическая фигура. Его никогда не существовал. Ликург – это полумифологическая фигура. Если он и существовал, то сказать о нем что-то серьезное невозможно. Однако, именно поэтому нас интересует Плутарх. Мы не изучаем историю, мы изучаем философию. И Плутарх нас не подводит. В своем первом же в любом издании Плутарха противопоставлении, а именно противопоставлении Тисея и Ромула, Плутарх говорит, что он понимает, что говорит о мифологических фигурах. И что он, для того, чтобы говорить о них, применил разум. Он сделал нарратив о Тисеи и Ромуле, о Ликурге и Нуме рациональным. Таким образом, мы не погружаемся в несуществующую историю. Мы не погружаемся в миф. Если хотите эту шутку, я не Джордан Питерсон, чтобы говорить с вами о психологии. Мы погружаемся в историю политической философии. Плутарх не просто заочно противопоставляет Тисея или Курга. В своем тексте он дает очень четко понять, что это противопоставление идет. И это противопоставление в тексте отражено двумя цитатами. Я зацитирую обе, чтобы вы поняли, в чем именно характер разницы между Тисеем или Кургом. Тисей пошел по стопам Геракла в устройстве состязаний, считая славою для себя, что греки, справляющие Олимпийские игры в честь Зевса благодаря Гераклу, станут благодаря ему справлять истмейские игры в честь Посейдона. Ликург учредил Олимпийское перемирие. Сделав Олимпийское праздненство более пышным и славным, он дал ему надежное основание. Тисей завидует Гераклу, своему названному кузену, и поэтому копирует его. Ликург – потомок Геракла, он не копирует, он улучшает. Следуя этой характеристике, мы должны перейти непосредственно к истории Тисея, потому что он исторический и литературно первый, хотя на самом деле это не так. Итак, кто же такой Тисей? Тисей – это незаконно рожденный сын афинского царя, нелегитимного афинского царя. Сын, рожденный в обмане, ибо дед Тисея по материнской линии обманывает его отца Эгея и обманом заставляет его переспать собственной дочерью. Когда же Тисей рождается, этот же дед начинает распространять лживый слух о том, что Тисей – сын Посейдон. Именно этот лживый слух и становится основанием для соперничества Тисея с его названным двоюродным братом, сыном Гзевса – Гераклом. С самого начала своего путешествия Тисей собирается подражать Гераклу его подвигам. И первое, что Тисей делает, отправляясь к своему подлинному отцу и прикрываясь именем отца ложного, он копирует подвиги Геракла. В первую очередь он пытается копировать убийство преступников. Двигаясь из Лаконики в Афины, Тисей убивает всякого, кого встретит на своем пути. Так он продвигает вперед цивилизацию – безопасное путешествие из точки А в точку Б. Однако, в отличие от Геракла, о Тисее мы узнаем, что его убийство крайне странное. Лишь в начале своего путешествия он убивает преступников. Но чем дальше он двигается вперед, тем более странными становятся те люди, против которых Тисей применяет насилие. Убивая одного из преступников, Тисей немедленно насилует его дочь. Затем Тисей убивает женщину. Эта эскалация или эта моральная деградация Тисея находит свой пик в убийстве справедливого человека. По мере своего приближения к Афинам, Тисей становится все более и более несправедливым. Однако, в последний момент, прямо перед Афинами, Тисей встречает человека, который его зовут Дамаст-Растегатель или Дамаст-Прокруст. Я думаю, всем вам известно выражение прокрустого ложи. Убивая прокруста, Тисей получает урок справедливости впервые в своей жизни. И этот урок справедливости звучит для нашего современного уха очень странно. Он звучит противоположно золотому правилу морали. Золотое правило морали, на всякий случай, звучит следующим образом. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с тобой. Справедливость Тисея же, как он ее понимает и как нам ее показывает Плутарх, заключается в том, что Тисей узнает, что надо поступать с другими так, как они поступают с тобой. Дамаст хотел положить Тисея на ложа, а затем отрубить ему ноги или голову. Поэтому Тисей делает с Дамастом то же самое. Приходя в Афины, нелегальный или незаконный сын нелегитимного царя обнаруживает кучу проблем. Во-первых, Эгей действительно нелегитимный царь. Он не наследник трона. Предыдущий царь просто усыновил Эгея, и он по старшинству после смерти своего названного отца получил трон. Проблема, однако, заключается в том, что у этого царя есть 50 мужских наследников по прямой линии, которые очень недовольны тем, что трон находится в руках у нелегитимного правителя. Вторая большая проблема, которую видит Тисей, заключается в том, что город слаб. Афины, как мы узнаем позднее, представляют из себя лишь набор небольших поселений, нередко враждующих между собой и объединенных очень слабой царской власти. Царской властью, которая слаба не только нелегитимностью самого Эгея, но и слаба тем, в какой ситуации Афины в целом находятся. Дело в том, что Афины подвергаются нападению со стороны Миноса. Царь Крита разоряет Афины постоянно, и он наложил на Афины дань в виде человеческих жертв. Сами боги ненавидят Афины, и поэтому на город постоянно падает то чума, то неурожай, то дикие звери. Наконец, Эгей настолько слабый царь, что афиняне ненавидят его за его нерешительность и бездействие. Тесей, следовательно, должен решить все эти проблемы. И первая проблема решается сама собой. Как только Тесей объявляется в Афинах, 50 наследников предыдущего царя поднимают восстание. Правда, среди них оказывается один предатель, поэтому Тесей с легкостью подавляет это восстание, убивая все 50 наследников. Видя оставшиеся три проблемы, Тесей решает, как говорит Плутарх, завоевать любовь народа. Он собирается решить их. Для этого он сначала усмиряет так называемого марафонского быка, снова подражая Гераклу и избавляя Афины от диких зверей. Затем он вызывается быть жертвой для Миноса, отправляясь на Крик. Правда, по разным источникам, как говорит Плутарх, не один, а в составе переодетых женщинами нескольких крепких парней, которые помогут ему в его путешествии. Убивая Минотавра и возвращаясь домой, Тесей решает проблему критских нападений, ибо вместе с убийством Минотавра Тесей также губит и будущее Крита. Как вы помните, успех Тесея обусловлен тем, что Ариадна влюбляется в него с первого взгляда и без остатков. Что, естественно, позволяет Тесею после победы над Минотавром забрать Ариадну с собой, дать ей ребенка и бросить, как только он узнает о том, что она берег. Тем самым разрушив критское царство раз и навсегда. Наконец, последняя проблема Тесея решается, как говорит Плутарх, прямо в ходе путешествия обратно. Ибо Эгей, когда Тесей отправлялся на Крит, сообщил ему и еще двум людям о том, что он даст Тесею красный парус к черному парусу его корабля. И что, если Тесей победит Минотавра, он должен будет сменить парус черного на красный и таким образом дать своему отцу знать, что все хорошо. Но в течение почти недельного путешествия в обратную сторону из Крита после победы над Минотавром, ни Тесей, ни главный кормчий, ни третий человек, которому было сказано поменять парус, под которым они идут и который видят каждый день, не стали этого делать. Эгей, видя черный парус, бросается в море и кончает с собой. Таким образом, как только Тесей сходит на берег, он автоматически заменяет слабого, никем не любимого царя самим собой. Однако, проблема для Тесея не заканчивается на этом. Дело в том, что Тесей все еще нелегитимный царь. Да, народ любит его больше, чем Эгея, но это не отменяет того, что он занимает трон незаконно. Поэтому Тесей решает провести реформы. Он решает с помощью изменения самого института царской власти сделать себя и легальным, и легитимным. Или, будет лучше сказать, с помощью легальности Тесей собирается сделать себя легитимным. Для этого Тесей задумывает ряд реформ. Но перед тем, как осуществить их, он идет к людям. Сначала к бедным, которым он обещает достижение общего блага по результатам реформ. А затем к аристократам, которым он обещает раз и навсегда упразднить царскую власть. Какие-то люди соглашаются с Тесеем свыше его план, но какие-то люди соглашаются с ним из страха. Страх перед Тесеем неотъемлемая часть того, что он делает, того, что он достигает. И как только этот страх рассеется, Тесей исчезнет. Тесей, получив согласие тех людей, на которых он рассчитывал, переходит непосредственно к реформам. К созданию Афин. К созданию единого города. И собирается он начать это создание, то, что впоследствии будет названо сюнайкизмом. То есть буквально сужительством, с осуществованием. С уничтожением местной власти. Афины, напоминаю вам, это несколько маленьких городков. У каждого из которых есть свое народное собрание и свой собственный суд. Тесей уничтожает их. Он вводит одно единое Афинское народное собрание и один единый Афинский суд. Но создание институтов недостаточно для создания общества. Поэтому Тесей делает еще четыре вещи для того, чтобы объединить Афинян из разрозненных маленьких племен, иногда враждующих между собой, в единое гражданское тет. Во-первых, он учреждает единый траур по жертвам Миноса. Во-вторых, он учреждает единый праздник, так называемую панафинею, праздник всех Афинян. В-третьих, он учреждает единые игры, те самые истмийские игры, в учреждении которых он подражает Гераклу. Наконец, Тесей начинает чеканить единую монету. Монету, которая всем и каждому должна напоминать о Тесее, ибо на одной ее стороне находится голова быка. Когда Тесей делает это все, он понимает, что этого недостаточно. Слишком много людей помнят, кто он такой, и слишком много недовольны им. Поэтому Тесей разбавляет гражданское тело. Он приглашает всех, кто захочет приехать в Афины и стать афинскими гражданами. Тем самым уменьшив пропорционально число недовольных. После этого Тесей слагает с себя полномочия царя, принимая на себя полномочия архонта, ответственного за войну, военно-начальника буквально, и делает последние две свои реформы. А именно, он делит город на три части. Он знает, что город легко делится на две части. На аристократов и всех остальных. Или, если хотите, на богатых и бедных. Чтобы преодолеть это деление, Тесей предлагает разделить их на три части. Крестьяне, ремесленники и аристократы. С единственной и общей целью, конечно же, достичь всеобщего равенства всех перед всеми. Однако, после этого он проводит свою последнюю реформу. Он отдает аристократам всю власть в городе. Они получают высшие должности. Они получают высшие жреческие должности. И они же получают должности законотворцев. Таким образом, аристократия в Афинах получает и законодательную, и судебную, ну, насколько это можно сказать, и исполнительную власть. И, главное, власть божественная. Тесей, упразднив свою проблему нелегитимности и сделав себя абсолютно легальным военным правителем Афин, однако, не останавливает. Его реформа нужна была только для того, чтобы освободить его для его подлинной цели. Цели, которые, я напоминаю, вам созданы ложью. Тесей собирается продолжить совершать подвиги А.К. Геракл. Но все эти подвиги оборачиваются чудовищными для его собственного города вещами. В первый раз Тесей пытается похитить и похищает, ну, они договорились, царицу Амазонок. Из-за этого Амазонки штурмуют Афины и доходят до Акрополя. Война с Амазонками проиграна. Второй раз Тесей вместе со своим другом едут воровать себе невест. И так получается, что в Спарте они воруют Елену Прекрасную. Ту самую, из-за которой потом начнется Троянская война. Но Елена слишком маленькая даже для греков, чтобы на ней жениться сразу. Поэтому Тесей привозит ее домой в Афины, а сам с другом отправляется за второй невестой. В конце концов, их же двое. А пока он направляется за второй невестой, Спартанское войско приходит в Афин. Берет Афины в осаду и вынуждает жителей города сдаться. И передать Елену обратно в Спартанск. Когда же Тесей возвращается из своего неудачного странствия, в котором этот, собственно, друг и погибает, Тесей обнаруживает, что город захвачен демагогом. Демагогом, который в отсутствии Тесея и передал спартанцам ключи от города, и таким образом разрешил Афинско-спартанскую войну. Демагогом, который не хочет видеть Тесея у власти. И более того, Тесея у власти не хочет видеть больше никто. Тесей пытается сопротивляться, пытается удержаться у власти. Однако теперь его больше не боятся. И именно потому, что его больше не боятся, Тесей не может остаться у Афины. Он бежит на один из греческих островов, где якобы есть земля его отца. И там царь, собственно, этого местного острова, боясь возмездия Афин, просто убивает Тесея, сталкивая его со скал. Афиняне настолько ненавидят Тесея, своего основателя, что после его смерти не учреждают ни культа, ни статуи, ни праздника, ничего. Вплоть до самой марафонской битвы, когда якобы Тесей является афинским солдатом и обещает им победу. Лишь спустя несколько сотен лет в результате победы при марафоне афиняне создают культ Тесея в Афину. Сами афины, впрочем, становятся неминуемой жертвой действий Тесея. Не только из-за амазонок, не только из-за Елены, но и из-за того, что реформы Тесея не нужны были никому, кроме самого Тесея. Тесей обрекает афины на бесконечную череду реформ. Каждый следующий большой политический деятель, начиная от Драконта и заканчивая Периклом, будет пытаться проводить реформы в Афину. И все это закончится только благодаря тому, что сразу после Перикла в Пелопонесской войне, войне, конечно, против Спарты, афины проиграют, и город перестанет иметь какую-либо политическую важность. Давайте же теперь посмотрим на победителя в этой войне, на Спарту, или, будет лучше сказать, на другого нашего основателя, на кардинально другой подход к основанию города. Ликург – прямой потомок Геракла. И, как и всякий прямой потомок Геракла, Ликург – сын спартанского царя. Спартанского царя, которого убивают в коде того, что называется «домашней перепалкой», в результате чего царем становится не Ликург, но его старший брат. Однако старший брат не живет долго, и, умирая, он фактически оставляет Ликургу царство. Ликург сходит на трон, потому что его брат умер бездетным. Так все считают. И потому Ликург вынужден взойти на трон. Человек, как говорит Плутарх, прирожденный править и обладающий силой сподвигать других подчиняться, хочет только одного, взойдя на царство, уйти оттуда. Ликург не хочет быть царем Спарты. У него другие амбитства. Поэтому, как только выясняется, что жена бывшего царя беременна, в городе случаются два заговора. Заговор самой жены с целью убить своего нерожденного ребенка, выйти замуж за Ликурга и продолжить быть спартанской царицей. И заговор самого Ликурга с целью остановить жену своего брата, заставить ее родить ребенка и сделать этого ребенка царем, а самому Спарту как можно быстрее покинуть. В этой войне двух заговоров побеждает Ликург. Он обманывает спартанскую царицу, обещая ей, или вернее, играя на ее себелюбие, говоря, что он не хочет, чтобы она уродовала свое тело выкидышем. Пусть она родит ребенка, а потом он убьет его сам. Когда же она рождает ребенка и передает его Ликургу, тот идет в народное собрание, показывает всем мальчика, говорит, его зовут Харилай, и это ваш царь. Спустя всего восемь месяцев после становления царем, Ликург слагает с себя полномочия и покидает Спарту. Почему он покидает Спарту? Что не так со Спартой? Плутарк говорит, у Спарты две проблемы. Они называются аномия и атаксия, беззаконие и беспорядок. Дело в том, что спартанские цари, как и все греческие цари, передают куски своей власти народу и тем самым сеют беззаконие и беспорядок. Ликург, следовательно, должен решить эти две беды. Кажется, цель его будущих реформ, задуманных еще до того, как он зашел на царство, заключается именно в этом. Но как мы узнаем позднее, Ликург не собирается делать ничего подобного. Атаксия и аномия, беспорядок и беззаконие исчезнут из Спарты. Но это отнюдь не цель Ликурга. Покидая дом, Ликург уезжает, чтобы вернуться. Это не путешествие для набора знаний, это путешествие с заранее заданной финальной точкой. Он знает, что спустя какое-то время его призовут обратно домой. Но перед этим он должен кое-чему научиться. Ликург едет учиться. Он едет учиться во много мест, как говорит нам Плутарк. Есть много источников, говорящих о том, где Ликург побывал. Но Плутарк называет только три. Он уверен только в трех. Первое место, куда едет Ликург, на Крит. Формально, чтобы обнаружить самый простой и самый суровый образ жизни. Чтобы выяснить, какие именно законы руководят критянами для того, чтобы создать этот образ жизни. И из них выбрать те, которые Ликургу покажутся лучшими. Но на самом деле на Крите Ликург обнаруживает человека по имени Фалес. Этот человек, поэт, Ликург отправляет Фалеса в Спарту. Плутарк говорит, очевидно, для того, чтобы подготовить народ с помощью поэзии к будущим Ликурговым изменениям. Это подталкивает нас к мысли, о которой я подробнее поговорю чуть позднее. Мысли о том, что Ликург не собирается менять институты. Он не собирается изменять Спарту как царство. Его цель намного более амбициоз. Из Крита Ликург едет в Азию. Так Плутарк называет, понятное дело, города Малой Азии, Ионию. Формально для того, чтобы увидеть самый роскошный и легкий образ жизни. Полную противоположность к критскому образу жизни. На самом же деле Ликург обнаруживает в Азии Гомера. Не живого Гомера, понятное дело, а полное собрание сочинений Гомера, которые Ликург тоже отправляет домой. Ликург знакомит греков с Гомером. Наконец, из Азии Ликург едет в Египет. Формально он находит там удивительную штуку, а именно разделение между простыми жителями и войнами. Он находит профессиональную армию, которой, понятное дело, в Греции нет и никогда нет. Но на самом деле Ликург находит там еще один образ жизни. Самый древний образ жизни. Заметьте, что самый древний не значит почему-то самый простой. Самый простой у критян. Оказавшись в Египте, Ликург наконец-то получает весточку из дома. Царская власть ослабла настолько, что все просят Ликурга вернуться с одной единственной целью своим авторитетом укрепить эту самую царскую власть. Но только этого Ликург и ждал. Возвращаясь домой, он приезжает готовым начать основывать Спарту. Или, если быть более точным, готовым начать ее реформировать. Как вы видите, в обоих случаях основатель никакой не основатель. Это реформатор. Ликург, в отличие от Тисея, не идет к народу. Он идет к лучшим жителям города и предлагает им заговор. Лишь убедив лучших жителей в том, что заговор пойдет на пользу всем, в назначенный час Ликург просит их выйти на городскую площадь полностью вооруженными. Это революция. Это восстание. Но это бескровная революция, потому что, когда царь Харилай, племянник Ликурга, видит вооруженных людей на главной площади города и понимает, зачем вернулся его дядя, он, естественно, бежит. Бежит к ближайшему храму, чтобы хотя бы не быть убитым сразу. Однако собравшиеся спартанцы благоглавестами Ликургом убеждают Харилая, что его власть не будет тронута, что это не восстание против царской власти. Когда Харилай соглашается, Ликург начинает проводить свои реформы. И здесь я вынужден в связи с тем, что аудитория изменилась, сломать нарратив Плутар и броситься почти в самый конец и процитировать вам то, чего Ликург достиг. Ликург не в писаниях и не в речах, а на деле создал государство, равного которому не было и нет. Ликург создал нечто уникальное. В чем же уникальность творения Ликурга? Для выражения этой уникальности Плутар цитирует другого древнего. Он цитирует ученика Сократа и известного лаконофила Крития. В лакедимоне свободный до конца свободен, а раб до конца порабощен. Ликург возвращается в Спарту с одной единственной целью создать новый невиданный образ жизни. Не новое государство, не новую власть, новый образ жизни. И этот новый образ жизни, это образ жизни в свободе. Конечно, говоря о свободе, мы наталкиваемся на проблему. Потому что, говоря о свободе сегодня, мы обычно подразумеваем, что свобода это возможность поступать, как вздумается, действовать по собственному усмотрению. И хотя ни одно современное государство, конечно, не дает абсолютной свободы в этом понимании, тем не менее, нам кажется, что почти все современные государства в эту сторону стремятся. Однако Ликург не думает о свободе так. В Спарте, говорит Плутарх, никому не позволено делать то, что он хочет. В Спарте нет этой свободы. Зато в Спарте есть другая свобода. Свобода, тем не менее, выраженная в абсолюте предельно. под свободой мы можем понимать невозможность поступать по собственному усмотрению. Но свободу от необходимости, в первую очередь, свободу от необходимости трудиться, свободное время. Ликург создает государство свободного времени, государство абсолютной свободы. Что же он делает? в первую очередь, Ликург учреждает новый институт. Один новый институт. На самом деле два, но Плутарх хочет подчеркнуть, что институциональных изменений Ликург не вносит. Одно единственное главное изменение, которое Ликург проводит, это создание института Герусии. Герусия это совет старейшим. Создавая Герусию, один единственный институт, напоминаю вам, Ликург делает из парты смешанный режим. В нем теперь не две силы, царь и народ, в нем теперь три силы, царская власть, власть геронтов, власть стариков и народная власть, выраженная народным собранием, но на самом деле форуми и аппаратом. Ликург создавая впервые в истории человечества смешанный режим, делает Спарту примером для Рима. Рим повторит спартанское устройство, два консула во главе, сенат как совет старейшим, трибуны и народное собрание как эфоры и народное собрание. И после Рима все современные страны будут стремиться к созданию смешанного режима. Закончив с Герусией, Ликург переходит к тому, без чего свобода невозможно. Он переходит к установлению экономического равенства между спартиатами. Первое, или вернее, как говорит Плутарх, второе и самое мощное изменение, которое вносит Ликург, это распределение равных участков земли между всеми спартиатами. Все теперь должны обладать землей в одинаковой мере. Затем Ликург вводит запрет на владение золотом и серебром и дополняет этот запрет введение ничего не стоящей железной монеты. Чтобы все были одинаково богатыми, все должны быть одинаково бедны. После этого Ликург уничтожает профессии и вместе с ними начинает закрывать спарту от внешнего мира. Больше ни один ремесленник не придет в спарту, кому нужны железяки в качестве оплаты. И больше ни один спартанец никогда не будет учиться ремеслу, ибо ремесло это труд, а труд это рабство, а мы создаем свободный образ жизни. Переходя к следующему шагу, шагу, который оказывается самым опасным, Ликург считает, что спартанцы во имя свободы, во имя свободного времени, должны быть освобождены не только от необходимости трудиться, но и от необходимости иметь семью, детей и друзей. Подлинно свободный человек подлинно независим. Поэтому Ликург берется уничтожить семью, детство и дружбу. Он начинает с учреждения общих обедов. Он запрещает каждому спартанцу от первого только что новорожденного мальчика до самого царя обедать дома с семьей. Все должны обедать внутри гражданского тела на публике. Зачем это сделано, Плутар не скрывает. Чтобы все могли следить за всеми. Спарта это государство тотальной взаимной слежки. Именно эта реформа, именно это изменение и вызывает бурную реакцию, как говорит Плутар у богачей. Удивительно, но богачи не возмущаются, когда Ликург разделяет землю, перераспределяет землю. Они не возмущаются, когда он запрещает людям владеть золотом и серебром. Они не возмущаются, когда он запрещает профессии. Но они возмущены и начинают восстание, когда Ликург вводит общие обеды. Это восстание стихийное. Богатые люди окружают Ликурга на площади и он дает слабину. Ликург бежит, как когда-то Харилай, в ближайший храм. Но один из молодых богачей нагоняет его и наносит Ликургу удар палкой по голове. Ликург теряет глаз. Но в этот момент, в момент величайшего его поражения он понимает, что то, что с ним происходит, это ровно обратно. В момент величайшего поражения оказывается моментом величайшего триумфа. Потому что когда Ликург получает удар по голове, он разворачивается, чтобы встретить следующий удар, не убегая. но к тому моменту мы поговорим, если нам хватит времени, о том, почему Ликург может позволить себе развернуться. Почему еще две минуты назад он думал, что его смерть будет концом. А как только он теряет глаз, он понимает, что его смерть не будет концом ничего, и что она на самом деле будет цементировать его успех, а не гарантировать падение его режима. Когда Ликург разворачивается и всем становится понятно, что он потерял глаз, толпа окружает уже молодого человека. Тот сдается Ликургу и Ликург приводит его к себе домой. Нас, однако, интересует не это, а дальнейшие реформы. Дальнейшие реформы заключаются, конечно же, в разрушении семьи. Семья разрушается с двух сторон. С одной стороны, Ликург развращает спартанскую женщину, с другой стороны, он вынимает детей из семьи. Формальная необходимость в этом заключается в том, что Ликург первый в истории, кто открывает ящик Пандоры, он собирается, и здесь мы узнаем впервые о его продлинном мотиве, он собирается не лишить спарту атаксии и аномии, он собирается создать новый образ жизни. И создание нового образа жизни не происходит путем создания новых институтов. Институты приходят и уходят. Создание нового образа жизни возможно только с помощью воспитания. Именно поэтому Ликург обращает свое внимание на женщин и детей, ибо воспитание начинается не с рождения, оно начинается с зачатия. Разрушая семью, делая спартанскую женщину развращенной, Ликург лишает спартиатов приватности дома. Ликург лишает их семьи. Сначала жены, а потом и ребенка, ибо Спарта это первое в истории человечества государство, где воспитание детей целиком и полностью лежит на плечах государства, где дети буквально изымаются из семей и воспитываются, обучаются государству. Соответственно, Спартиат лишается не только своей жены, но и своего сына, приказывать которому он более не в состоянии, ибо ребенку Спартиата на самом деле может приказывать каждый. Воспитание Спартиата, которое длится на протяжении всей его жизни, государство никогда не отпускает его, состоит, кажется, в двух глобальных вещах. Подготовки к войне и в войне. Но подготовка к войне тоже делится на две вещи. Физическая подготовка к войне и моральная подготовка к войне. Физическая подготовка к войне, конечно же, заключается в охоте и упражнениях кеминологических. Но моральная подготовка к войне заключается в перах и праздниках. Перы нам понятны. В конце концов, мы уже знаем об общих обедах. Но как праздники отвечают за моральную подготовку к войне? Ответить на этот вопрос сложно, если не знать, что Ликург делает с праздниками. Плутарх говорит, Ликург уничтожает благочестие спартанцев. Каким образом? Во-первых, Ликург уничтожает поклонение перед могилами. Если раньше на могилы нельзя было даже ступить, то теперь по ним можно смело ходить. Если раньше к покойнику в могилу клали лучшие его вещи, то теперь это запрещено. Но главное, если раньше каждая могила имела имя, теперь все могилы безымянны. Все, да не все. Плутарх разрешает иметь имена на могилах только тем, кто умер во имя государства. Таким образом, моральная подготовка к войне на праздниках заключается в честовании этих именных героев, которые только одни и заслужили имена. А во время понятное дело перов вспоминают, как именно они заслужили имена. Более того, на перах происходит еще одна штука, которую спортиат усваивает с детства. Маленький спортиат тоже занимается только войной и подготовкой к войне. О войне мы поговорим отдельно. Как вы понимаете, маленькие спортиаты воюют против своих. Маленькие спортиаты заняты в том, что Плутарх называет гнусным делом, криптиями, убийством элотов. Это их война. Но у них есть и свои перы. Между гимнастическими упражнениями и убийством элотов те редкие моменты, когда маленькие спортиаты могут отдохнуть, перед ними ставятся одни и те же вопросы. Вопросы такие, кто лучший гражданин и объясни почему. Для нас эти вопросы были бы загадкой, если бы мы только не знали, что когда Ликур уничтожает, или вернее, пытается уничтожить богатство и бедность партии, он делает это, как говорит нам Плутарх, с очень четкой цель. Он хочет, чтобы ненависть, зависть и злоба, которые присущи человеческой природе, не распространялись больше, не проявлялись больше через собственность и стремление к ней. Он не хочет исправить ненависть, зависть и злобу. Он хочет использовать их, поставить их на службу государству. Каждый спортиат теперь должен пытаться стать лучше других, но не своей собственностью, а своим поведением на публику. Именно поэтому все поведение спортиата это поведение на публику. Именно поэтому спортиата с детства спрашивают, кто лучший гражданин, чтобы он судил о лучших и худших гражданах и делал этот вслух. Делал это публично. Наконец, нельзя не сказать о том, что мы бы могли с вами согласиться, что в старости уже никакого образования быть-то не может. Но и тут Ликург нашел способ канализировать ненависть, дависть и злобу своих граждан, придумав соревнования. Соревнования за место в Герусию. Единственный институт, который Ликург устанавливает, нужен отнюдь не для того, чтобы быть институтом, а для того, чтобы продолжить воспитание в старости. Почему Ликург пытается дать свободу спартанцам? Это большой вопрос. Однако, на него можно ответить, если задать другой, не менее серьезный вопрос. А именно вопрос о том, какова цель существования государства? государства? Если вы спросите об этом любого классического политического философа, он ответит, ну, кроме Пуки-Дида, конечно, но вы знаете, что я знаю, что вы знаете, что мы здесь пропустим этот код. Государство нужно для того, чтобы делать граждан лучше. Это его цель. С другой стороны, если вы спросите любого современника или Пуки-Дида, зачем нужно государство? Ответ будет цель государства выжить в бесконечной войне государств. Эта двоякая цель всегда была проблемой для политической философии. Однако, уникальность Ликурга заключается в том, что он решает эту проблему. Все спортиаты солдаты. Таким образом, спартанское государство гарантирует свое выживание тем, что у него существует профессиональная и в то же время гражданская армия. С другой стороны, государство формально ведет спортиатов к свободе и вместе с ней к добродетели, к одной единственной добродетели, мужеству, проявлять которые спортиаты обязаны на публику и особенно на войне. Таким образом, Ликургу успешно удается соединить две прямо противоположные цели государства с тем, чтобы основать государство, которого никогда больше не будет, которое является невероятно уникальным, как мы уже говорили. Однако, это государство целиком и полностью оказывается основано на бесконечном рабстве, на порабощенных элотах, судьба которых, даже лучшим ее проявлением чудовищна. Плотарх приводит нам пример спартанского благочестия, спартанской религиозности. Когда в ходе Пелопонесской войны две тысячи элотов демонстрируют лучшие политические и гражданские качества, помогая спартанцам в постоянных сражениях с афинянами, все элоты просят одного, признать их гражданами эти две тысячи человек и даровать им гражданские права спартиатов. Спартиаты слишком слабы на тот момент и они соглашаются, в результате чего устраивается гигантское празднование дарования гражданства этим двум тысячам молодых и крепких солдат. Спартиаты вводят их из одного храма в другой, принося жертвы то тому богу, то этому. Только чем дольше идет эта процессия, тем меньше элотов в ней остается. Наконец, когда процессия останавливается под вечер, ни одного элота гражданина в ней не оказывается. Когда все остальные элоты спрашивают, где же наши новые граждане, спартанцы боги забрать. Я напоминаю вам, нет ничего более нечестивого, чем проливать кровь в храме. Именно поэтому Харилай бежит к храму, именно поэтому сам Ликург бежит к храму. Но спартанцы убивают элотов прямо в храм. Когда Ликург устанавливает наконец все свои реформы, устанавливает новый образ жизни с помощью в первую очередь воспитания и образования, он говорит спартиатам, что, возможно, в его законодательстве есть какие-то дыры, которые стоило бы изменить и улучшить. Но сначала для этого ему надо съездить к дельфийскому богу и спросить, что именно надо изменить и улучшить. И Ликург и собирается это сделать, уехать к дельфийскому богу. Но перед этим он просит спартиатов поклясться, что до тех пор, пока он не вернется, они не изменят ни одного из его законов. Спартиаты соглашаются, это разумное предложение. В конце концов, Ликург скоро вернется. Спойлер, он не вернется. Прибывая в Дельфе, Ликург спрашивает бога, хорошо ли его законодательство. И когда бог отвечает, да, Ликург кончает с собой, чтобы никогда не вернуться домой и никогда не снять со спартиатов клятву, не изменять его закон. Плутар говорит нам, Ликург тем самым показывает, что даже смерть человека является частью его добродетели. Даже смерть человека является политическим актом. Когда Ликург умирает и заставляет спартиатов навсегда сохранить его законы, не меняя их, он не просто уморяет себя голодом, он еще и каким-то образом гарантирует, что его род никогда не продолжится, ибо его единственный сын не имеет и никогда не будет иметь детей. Мы здесь должны с вами на секунду отвлечься и сказать, что сила Ликурга, которую, видимо, он осознал в тот самый момент, когда получил удар по голове, как это обычно бывает с великими людьми, заключается в том, что его позиция не институциональна. Ликург не должность. Его нельзя снять с должности, его нельзя заменить, нельзя поставить кого-то вместо него. Единственный, кто мог бы претендовать на легитимность Ликурга, это какой-то из его потомков. И гарантируя непродолжение собственного рода, Ликург тем самым гарантирует, что легитимность, его легитимность, с помощью которой он создал всю спартанскую легальность, никогда никому больше не достанется. Спартанское государство окажется верно клятве Ликургу, и на протяжении 600 лет спартанцы не будут менять его закон. Государство полностью закроется от чужаков и продолжит существовать в том образе жизни, который создал для него Ликург, вплоть до победы в Пелопонесской войне над Финянами, в результате которой, как говорит Плутарх, две вещи случатся с городом. Во-первых, город наводнят деньги, потому что победа в Пелопонесской войне сделает Спарту империей, величайшей греческой империей. А во-вторых, спартанцам придется отправлять своих граждан вне города, отправлять их в другие города, чтобы управлять ими, чтобы управлять новой империей. погубят Спарту, но не реформами. Законы Ликурга не будут реформированы, им просто перестанут подчиняться. Но даже после того, как им перестанут подчиняться, и два поздних спартанских царя Агит и Клеомен попытаются восстановить закон Ликурга и провалятся в этом, даже после этого Спарта просуществует еще как минимум 200 лет, будучи локальным гегемоном. Спарта никогда не будет завоевана, в город никогда не войдут вражеские войска. Город не будет разрушен или сожжен, он просто исчезнет из аналов истории спустя 800 лет после реформ Ликурга. Наконец мы видим, что Ликург уникален не только тем, что он создал, но тем, что он фактически открыл ящик Пандоры для политической философии. Отныне все классические политические философы будут пытаться сделать то, что сделал Ликург, а именно основать новый образ жизни, и будут пытаться сделать это именно с помощью образования. Законодательство, подлинное законодательство для классической политической философии всегда будет выглядеть как обучение, а ни в коем случае не как записывание законов на деревянных табличках, которые со временем обязательно и склевают.